Свою музыкальную карьеру Вадим Галупин начинал гитаристом в театре-студии Геннадия Юденича в 71-м году. Спустя три года он играет в театре «Эрмитаж», а затем Галупин выступает в составе «Веселых ребят». А уж только потом, в 78-м, он приходит в группу «Аракс». Следующим этапом его карьеры становится группа «Воскресенье». В 84-м он в оркестре у Тесова, в 85-м у Юрия Антонова. И, наконец, начиная с 86-го, и по сегодняшний день Вадим Галупин выступает в группе «СВ». Фолк-рок — это вообще не стиль и не школа, какая-то игры. Фолк-рок — это жанр искусства музыкального, который сочетает в себе и классическое голосоведение, и строгость его, и свободу блюза. А как ты думаешь, почему в нашей стране фолк как-то не получил такого широкого развития, как блюз, допустим, для тот же рок? Потому что фолк — это синтетическое искусство, оно требует, видимо, соединения, синтеза блюза и кантри, классики. Все эти стили в отдельности не слишком распространены у нас. Но все-таки это можно говорить о фолке как об американской музыке, да? Да, конечно, но об английской тоже. Конечно, исток из Европы, но развелось это и расцвело все именно в Америке. Хотя теперь это уже совершенно... фолк-рок — это такой же общенациональный, как бы, международный жанр. Вот у меня есть кое-что в этом стиле. На увлечение фолк-роком, как ни странно, повлияли соседи, маленького Вадика Галутова. Приехавшие из Америки, они привезли с собой целую гору американских бастинок. Так на домашнем проигрывателе и услышал первый раз голубен американский фолк. Под эту музыку он и стал учиться игре на гитаре. Фолк-рок — это такая большая страна, что там находится место для всего. Фолк-рок впитал в себя и что-то из классической музыки, и что-то из блюзовой музыки негритянской, и из народной музыки белой, европейской и американской. Можно использовать сразу классические инструменты и приемы классической игры, что-нибудь такое, скажем. Почему все-таки ты не остановился, но просто на увлечении гитарой? Это стало твоей жизнью? Не знаю, это просто, видимо, сила увлечения какая-то, вот желание достигнуть чего-то. Потому что игрался просто днями напролет, на крови в пальцах, и, может быть, всякая ерунда, и одно и то же, но игрался обязательно с воодушевлением. А ты можешь вспомнить ту первую вещь, которую ты начал играть в Фолке, и даже, может быть, наиграть? Или это... Ну, одну из первых можно было бы что-нибудь вспомнить. Кусочек, фрагментов, был бы очень интересен. Курок впитал в себя много блюзу, поэтому электрогитары. С ней не обойдись. Курок впитал в себя. Когда ты слушаешь музыку, скажем, фолковую, основные твои впечатления, основные твои ассоциации, какие от этой музыки интересны? Они, конечно, прежде всего связаны с природой, они связаны с молодостью, с солнцем, с весельем. Это очень положительный музыка, как это солнечное искусство. Ну, и для тех, кто собирается работать в группе, я хотел бы посоветовать долготерпение, умение считаться с мнением и чувствами своих соратников. Это залог длинной жизни вашей группы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА